Олег, оригинальный представитель на юге Украины Всем еще раз добрый день, меня уже представили, большое спасибо Смотрите в двух словах Сегодня есть уникальная возможность посмотреть на струнгулины На томат черри, я думаю, это не самый распространенный продукт, который сегодня возделывается на югах Украины Но в принципе имеет право на жизнь Я предполагаю, что фермер, который сегодня занимается возделыванием этого продукта, этой культуры Я думаю, он будет доволен Наша задача была получить здесь порядка 60 тонн товарного томата черри Правда не на грозди, а так в отдельности Собирать его на грозди реально в теплице, где можно сформировать В открытом грунте это сделать сложно и затратно То бишь его можно раздельно собирать, морозить, паковать, отправлять на рынок и так далее Пользуется спросом, особенно как коктейльный томат считается Я не скажу, что это какой-то бум, что это панацея Но многие, исходя из собственного опыта, сегодня предпочитают использовать этот томат Как для консервации, так и для свежего рынка, для потребления в свежем виде Ну вот, посмотреть на эту кисть Долго рассказывать о схеме мы не будем Я думаю, что в принципе сегодня есть возможность У каждого есть фотоаппарат, телефон или что-то в этом роде Как минимум ручка, блокнотик Вы можете подойти к табличке, пристально или непосредственно отсюда Посмотреть, какие препараты мы использовали Чего мы хотели добиться, я вам сказал 60 тонн это была наша, как бы кондоминимум Я думаю, мы его получим, потому что здесь уже было 5 выборок И еще 2 будет, как минимум Он созревает не по дням, а по часам Люди не успеют доходить до следующего стороны поля В принципе, на этот Единственное, на чем я хочу акцентировать ваше внимание На этой, к сожалению, табличке инсталляции не показано Здесь при выращивании томата, при выращивании рассады Использовался некий яромилокомплекс То бишь, это 12% азота, 11% фосфора и 18% калия На каждый кубический метр торфосмеси использовалось 2,5 килограмма Мы хотели сделать 2,5 килограмма Где-то получилось от 2 до 3, потому что через бетонную мешалку мы использовали И вот, в принципе, я думаю, что 2,5 на кубе получилось Зачем мы это делаем? Наличие фосфора как раз в этом продукте до 50% Это полифосфат, то есть форма фосфора, которая наилучшая, наиприемлемшая для восприятия корневой системой И еще имеет некие хилатирующие эффекты Помогает усваивать растению те микроэлементы, в частности, магний, марганец, которые в почве есть Она вроде их как хилатирует и делает более доступными для восприятия корневой системой Для поглощения корневой системой самого растения Поскольку этот год был аномальный по осадкам в начале Ну, понятное дело, корневая система не совсем хотела развиваться Изобилие влаги, в частности, питательных элементов были как бы вблизи корневой системы Не на большой глубине, там 30+, а вот в первых этих слоях И надо было нам заставить все-таки развиваться корневую систему Спасибо, модератор Мы, ну, используя вот минимальный такой прием приворачивания рассады Добились, стимулировали как бы развитие самой корневой Чтобы потом, имея вот такую повышенную влажность У нас не было проблем с астматическим давлением Чтобы растение могло потреблять в достаточном количестве, ну, скажем так, жидкости Да, следовательно, в жидкости и растворимые минералы И не чувствовало никакого дефицита по питанию Ну, потом была классика жанра Мы кристаллон с повышенным содержанием фосфора использовали в начальных этапах Да, там первые 20 дней Вы посмотрите, здесь на схеме указано 5 приемов, там, по 15 кг Ну, как бы, хотелось, я повторюсь, потому что уже весной я об этом рассказывал Хотелось добиться дробного внесения и манными дозами, но часто Дабы не промывать, поскольку здесь почва относительно легкая, да Мы можем эти питательные вещества просто промыть в нижний горизонт И потом еще томат их достанет А уже морковка и лук, например, которые имеют, ну, 5 раз слабее корневую систему Могут их не достать Поэтому мы здесь вот сделали такое дробное внесение Чтобы каждый раз подавать не только воду, а и питательные вещества в растворенном виде Но не всегда у нас это получалось Потому что бывало по 3 дня нельзя было зайти в поле И, как бы, уже иногда были накладки Ну, в принципе, идеальная схема, вот, была бы, выглядела бы, она, в принципе, вот так вот Потом дальше следующие, ну, как бы, 3 приема, понятное дело Там, цветение, образование, наливание Мы использовали фертикары Видите, вот тут, в последнем этапе мы добавляли немножко сульфат магния Ну, немножко, 70 килограмм, да Для того, чтобы закрыть вот ту бочку липика Вы смотрели сегодня, там есть дефицит по магнию В частности, сера, которая есть ингибитором для восприятия и использования азота Как бы, мы нарастили количество этих, с помощью этого монопродукта сульфата магния Нарастили количество этих элементов И использовали на всех стадиях кальцинин Где, в какой стадии больше, в какой меньше Вы видите, уже наливание плода, в частности, ну, дозревание уже практически его не использовали Потому что здесь он, как бы, достаточно получил этого элемента Как бы, в чем, сказать, в чем фокус, да, в чем фишка этого Ну, будем говорить о синергистах и антагонистах Полностью все перечислять не будем Но, поскольку, например, бор, как бы, положительно влияет на поглощение кальция Кальций от, ну, немалую роль, как бы, отыгрывает в восприятии фосфора Как бы, здесь идет такая цепочка синергизма, да Они друг другу, вроде как, помогают Вы на этой табличке не увидите использование бора Вы, наверное, уже не первый раз видели, слышали, знаете, ну, как листовой подкормки, да Потому что, как бы, в этих комплексных удобрениях, фертикары, которые мы здесь видим Которые представлены, в частности, и кристаллони Этот элемент, там все микроэлементы есть присутствуют Да, понятное дело, 0,01%, но это же микроэлементы Давайте будем об этом помнить Кого-то надо 300 грамм, кого-то 700 грамм Там, на гектар для образования, там, 50-60 тонн И этого, следовательно, достаточно было Если посмотреть на эту гроздь, я специально ее вырвал, да Это не теплица, здесь не было пчел, ну, в принципе, там, этих шмелей Которые хорошо опыляют томат Может, были просто инсекты, там, открытого грунта, да Но опыление шикарное То есть, каждая помидора есть, каждая завязалась Никакой вершинки, то есть, кальций сработал отлично Даже если внутри, посмотрите, черных семян тоже нету Бора было достаточно, все завязано, как бы Ну, я думаю, претензий здесь нету по использованию этой схемы Как бы, в принципе, никаких И вкусовые качества тоже шикарные Ну, вот по томату Еще один момент Когда мы, например, когда повышается влажность Когда повышается температура Следовательно, начинает растение регулировать влагу Да, оно перестает потреблять в необходимом количестве жидкости Оно начинает регулировать свой водный баланс Следовательно, меньше потребляет жидкости Меньше растворимых солей В частности, кальция попадает в растение меньше Есть еще один такой нехитрый прием Использование, ну, в частности, кальцинита, да, по листу К среднему 800 грамм на 100 литров воды Так, чтобы мы не думали, 3, 5 килограмм или 10 Все, и зависит от того, сколько воды вы будете использовать Использовать 150-200 литров воды, как в полевых культурах Это не выход в этом положении Вы посмотрите на массу, посмотрите на количество растений То бишь, минимум 300 литров воды вы используете на гитар Следовательно, 2,4 килограмма Если вы используете 500 литров воды Что есть очень правильные, 450 минимум Вы можете положить 3 до 4 килограмм кальцинита Минимум 4 аппликации, таких 4 воздействия Мы можем провести на вот этом вот За этот период, на этом участке Я еще в двух словах о луке Посмотрим на лук, вы, может быть, кто-то осенью, весной вернее были Видели рассадный лук, который был Там была урожайность 101 тонна в среднем с гектара Посмотрите на этот лук, есть, конечно, 8+, но в среднем это товарный лук Очень интересная особенность в том, что использование, ну, вот затраты здесь были на удобрения от прибыли Только 12, не 17%, а 12 В среднем 1200 долларов мы потратили на гитарное удобрение Если бы были это монопродукты, обычная селитра там и так далее Это было бы только 800 долларов Здесь 1200, но урожайность была плюс 20 тонн Плюс 20 тонн, это в среднем вы получили Вы потратили на 10 тысяч гривен больше, но получили на 33 тысячи гривен сверху И за счет увеличения урожайности Я уже не буду говорить о качестве То есть, да, запомнили, при использовании вот такой схемы вы там затратили 1200 долларов Если у вас стандартная, это 800 долларов Но прибыль 33 тысячи гривен с каждого гектара Я думаю, на этом стоит задуматься И по морковке, к сожалению, мы не дислокируемся там на той стороне Можете на схему посмотреть, как бы тоже классика жанра, кристаллон Единственное, тут использовался как бы взрывноваженный кристаллон, зеленый у нас называется Соотношение азот-фосфор-калия один к одному И дальше прийти керекомбе и в кольце мы использовали гидра с пониженным содержанием азота И с повышенным содержанием калия для того, чтобы сформировать хороший, качественный корнеплод Важно использовать кальцинит Люди, кто по 20 лет выращивает морковку В этом году попробовали кальцинит Сказали, что качество морковки, вкус и так далее превосходное Все, спасибо за внимание Мы, в принципе, здесь есть Может быть, у кого какие будут вопросы, пожалуйста, задавайте Спасибо за внимание С вами был ваш супермаркет Семян Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok